Без этого выдающегося самолета не происходило ни одно исторически важное событие, начиная с середины прошлого столетия. Вкупе с американским транспортником СИСУ-30 советский Ан-12 стал на долгие годы основной военно-транспортной машиной в масштабе всего мира. Простой и неприхотливый он принес мировую известность не только своему создателю, но и всей советской школе авиастроения. Впервые поднявшийся в небо в декабре 1957-го Ан-12 на долгие годы стал символом воздушно-десантных войск нашей страны. Основатель ВДВ генерал Василий Маргелов отмечал, что именно с появлением Ан-12 стало возможно оперативно применять крупные десантные формирования, ведь каждый борт нес до 60 полностью экипированных и вооруженных бойцов. С появлением Ан-12 стало возможно и выброска бронетехники непосредственно на поле боя. Более того, именно под него была создана новая машина – боевая машина десанта или БМД, призванная усилить огневую мощь самой первой волны десанта. Техническое совершенство самолета позволяло десантировать технику одновременно с парашютистами, а каждая машина могла брать по две БМД на борт. Пройдет совсем немного времени и будет создана так называемая система «Кентавр». Теперь бронетехнику стало возможно выбрасывать даже с экипажем внутри. Ну, мы с вами зашли в грузовой отсек самолета Ан-12. Военно-транспортный самолет, предназначенный для перевозки 16 тонн груза на дальность около 3000 километров. В качестве средства объективного контроля по полете самолета в качестве прибора использовался так называемый в простонародье барограф по названию К-363 осциллограф, который позволял регистрировать перегрузку вертикально минус полтора плюс три с половиной, высоту полета до 15 тысяч метров и воздушную скорость от 150 до 700 километров в час. И внутри коробки располагаются средства регистрации. Это фоточувствительная бумага, которая вращалась с ведущим барабаном, наведомый барабан. И на ней писалось фотоспособом три параметра в виде чувствительных элементов усиков или стрелочек. В качестве механизма электродвигателя обеспечила равномерную перемотку фотобумаги и на ней регистрировалась высота, скорость и перегрузка в течение полета. После каждого полета фотопленка вынималась, проявлялась и в эксплуатационных подразделениях проверялось действие экипажа в той или иной ситуации. К достоинству самолета следует отнести, что это первый широкофюзеляжный самолет в мире. И особенность его конструкции заключалась в том, что впервые были отработаны технологии создания шпангоутов такого размера, большого размера, которые были вклепаны в центроплан крыла. Над нами располагается центроплан крыла, в котором в том числе располагаются топливные баки. И конструкции такого уровня были впервые в мире созданы в таком диаметре. Кроме того, что вот пол, который позволял применять ценные анонклатуры грузов и по весу, и по удельной нагрузке. И такелажные узлы, которые позволяли закреплять любые грузы внутри фюзеляжа самолета. Мы приближаемся с вами к нему сейчас. Это хвостовая часть самолета, в которой располагалась рампа. Рампа предназначалась для приема выгрузки грузов. Ну и в том числе при десантировании открывались три створки. Верхняя створка, две боковые створки. Вначале закрывались две створки двумя гидроподъемниками. И потом боковыми створками открывался полностью люк, который позволял быстро загружаться, быстро выгружаться. Ну и возможность десантирования спаливаться. Непосредственно вот это вот. Это что такое? Это система уборки выпуска. Вот это створка в процессе уборки выпуска. Силовой цилиндр выталкивает шток. Ведущий раскос поднимается наверх. Тащит за собой ведомый раскос и убирает створку, нижнюю створку в вертикальное положение. Обеспечивает проем для десантирования, для погрузки-выгрузки. Красный, желтый, зеленый, синий. Четыре цвета ракет отстреливались через борт, обеспечивали визуальные команды или визуальные сведения о движении самолета, о выполнении той или иной операции. На место их могли заправляться и средства защиты от зенитных ракетных комплексов вероятного противника. Поскольку самолет принимал участие в боевых действиях и в Афганистане, и в Пакистане, и в Индии. Начиналось все с конца 50-х. Создание двух самолетов-близнецов. Пассажирского Ан-10 и военно-транспортного Ан-12. Идентичные машины отличались только хвостовой частью. Это в разы удешевило, ускорило разработку, производство и освоение их летным составом. А использование мощного четырехколесного шасси армейского образца дало возможность сажать пассажирский борт на неподготовленные аэродромы, вплоть до грунтовых полос. Когда машина пошла в серию, Ан-12 выпускали три авиационных завода в Иркутске, Воронеже и Ташкенте. Надежность, способность работать в самых сложных климатических условиях и неприхотливость стали визитной карточкой самолета. ВДВ Советского Союза превратились в один из мощных инструментов геополитического влияния страны. А Советский Союз получил также возможность оперативно реагировать на события, происходившие на всей планете. Помогать потерпевшим от стихийных бедствий, поддерживать национально-свободительные движения. Сейчас мы переходим из грузовой кабины в кабину экипажа. Разделяется она гермо-шпангоуту, поскольку самолет военно-транспортный. И при выполнении полетов на высоте свыше 3,5 километров, обязательно нужно поддерживать перепад между атмосферой и кабиной приблизительно 0,5 килограмм сантиметра квадратный. Это обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности на большой высоте. Как средство общения с теми, кто остался в негерметичной стойной фюзеляже, вот иллюминатор для того, чтобы, возможно, связь не только визуальной, но и голосовой сообщения. А вот что такое, какое за элементы, которые как ребра пронизывают в стену, это что? Гермо-шпангоуту воспринимает усилие от избыточного давления воздуха, я уже говорил, 0,5 килограмм на сантиметр квадратный. Это означает, что под действием этого излучного давления изнутри вот на этот иллюминатор действует сила порядка 600 килограмм. Ну и все ответственно, для того, чтобы воспринимал шпанго вот эти усилия, он выполнен сферическим, и у него обязательно подкрепляющие элементы продольной, стрингеры, полочки. Вот сюда в окантовку вкладывается дверь. Ну, а дальше все это закрыто тепловыми матами, для того, чтобы здесь сохранять тепло и благоприятные условия жизнедеятельности. Ну и кроме этого, поскольку самолет военно-транспортный, предусмотрен так называемый предбоевой порядок, предбоевой наддув кабины, для того, чтобы при повреждении самолета не произошло взрывного снижения давления, поэтому здесь также оборудование есть, вот голубое обозначенное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сюда подключается индивидуальный кислородный прибор. Перед десантированием здесь снижается давление в кабине, и те, кто находится в этой кабине, обязаны одеть кислородные маски. Управление кислородным прибором расстается вот с этого пульта. Подводится давление из кислородных приборов, баллонов, которые располагаются в хрустовой части салона. Открытие и подача кислорода из хрустовых баллонов. Вот вентиль. Закрытое положение. Открытое положение. Панель управления кислородным оборудованием. Трубопровод подвода кислорода из баллонов хрустовой части фюзеляжа. И далее она распределяется. При помощи вентиля осуществляется открытие и подача кислорода. И по тонким трубопроводам кислород распределяется по постам и по пультам, к которым подключались индивидуальные кислородные приборы. В зависимости от высоты. Два километра, три, четыре, пять, до двенадцати километров. От этого выставляется избыточный перепад и избыточное давление, которое поступает в кислородный прибор. При помощи вот этого вентиля, мягкой регулировки, контролируем по давлению, которое подается уже в кислородный прибор. То есть это у нас давление после второй ступени, перед КП-32. И после этого настраивается давление, которое необходимо для того, чтобы обеспечить нормальный подвод кислорода к кислородной маске. Вот мы с вами попадаем в кабину экипажа. Кабина экипажа рассчитана на пять человек. И включает в себя первого пилота, второго пилота. На сидушке размещается бортмеханик. Справа, сзади располагается борттрадист. Ну и глаза экипажа. В передней зоне располагается рабочее место штурмана. Отходу осуществлялись операции по определению местоположения самолета в пространстве и управления выгрузкой или выбрасыванием груза и десансированием. И, соответственно, в кабине располагается необходимый для этого прибор. Для определения местоположения самолета радиосредства, пульты управления автоматическими радиокомпасами РК-11, основной, РК-резервный, с места которого определялась, настраивалась частота наземного источника. И относительно него определялся азимут, и по азимуту определялось местоположение. Один, второй комплект. Ну и курсовая система, с помощью которой обеспечивалось наведение самолета в задную точку пространства, и оттуда при помощи, опять же, бортовых средств определялась. Заданный путевой угол задавался, угол цели, и расстояние до цели назначалось. И таким образом самолет выводился в задную точку пространства с заданными высотно-скоростными параметрами для того, чтобы выполнить ту или иную транспортную операцию. Сбросить грузы, сбросить десантников. И отсюда, в том числе, идет взаимодействие с наземными пунктами управления полетом. Ну и кроме этого, большое остекление кабины штурмана обеспечило выполнение задач астронавигации. То есть, устанавливались приборы оптические, по которым определялась связь самолета с характерными объектами звездного неба. Или звезды, или солнца, или луна. Все это располагалось вот в этой зоне. Ну, штурмаль, классический набор. Как правило, это кнопки связи с экипажем, с связи с наземными источниками. Связь внутри корабля, радио СПУ, связь внутри экипажа. Ну, а на этом роге может располагаться кнопка управления, скажем так, кабиной десантирования. И вот здесь располагался, в этом месте располагался тумблер снятия нагрузок, это триммирование по рулю направления, по рулю высоты. Систему основного торможения включает торможение основными педалями, системой из ставящего торможения. И предусмотрена система аварийного торможения. Поскольку две тележки тормозятся раздельно, рычаг аварийного торможения левой тележкой, Рычаг аварийного торможения в правую систему. В случае, если основная система, какие-либо причины, не работает. Или одновременное торможение, вытягивание гашеток на себя. Это система торможения. Командир располагает штурвальчик управления поворотом передней стойки шасси. Требует небольших усилий, и при этом поворачивается передняя стойка шасси влево или вправо, и обеспечивается руление при движении по рулежным дорожкам, по взлетно-посадочной полосе, при движении на земле. На среднем пульте кабины пилотов располагаются приборы, которые контролирует борт механик, который сидит в середине между левым и правым пилотом. Здесь располагается панель управления противопожарной системой. Предусмотрена система пожара первого, второго, третьего, четвертого и левое и правое крыло двигателей. Отсюда приводится в действие огнетушителей соответствующей очереди. Ниже располагаются пожарные краны, в которых следует управление включения и выключения соответствующих очередей пожаротушения. При срабатывании говорят соответствующие пульт. Ниже располагаются приборы контроля системы торможения, давление в системе торможения. Дальше давление в гидравлической системе. Это приборы контроля двигателя. Двигатель номер один, обороты, температура газа, трехстрелочный индикатор, измеритель крутящего момента, расход топлива по каждому двигателю. И так у каждого двигателя. Двигатель номер один, двигатель номер два, двигатель номер три и так дальше. Ниже располагается прибор контроля количества топлива на борту, положение закрылков, двухстрелочный указатель закрылки обеспечит высокие взлетно-посадочные характеристики. Показывающий прибор положение шасси, убранное и выпущенное. Ну и в нижней части располагается панель запуска вспомогательной силовой установки. В левом обтекатель шасси располагается вспомогательная силовая установка ТГ-16 и панель запуска основных двигателей. По технологии работы экипажа сначала осуществляется запуск вспомогательной силовой установки. Кнопка запуска, прекращение запуска. И после этого подготовится тот двигатель, который запускается, готовится к запуску. И по командам запуска первого двигателя Антвента включается автоматика пуска двигателя и двигатель автоматически выходит на режим малого газа. Остекление кабины экипажа обеспечивает защиту от обледенения и от запотевания. Лобовые стекла при этом имеют электрообогрев. Боковые стекла предусмотрены специальные карманы, через которые подводится теплый воздух, отбираемый от двигателя, и он обеспечивает защиту. И вот эти карманы равномерно разбрасывают воздух по всем боковому заднему и верхнему поясам остекления. Пожалуй, наиболее масштабно с военной точки зрения Ан-12 применялись в Афганистане. Доставка десантников и военных грузов из Союза и обратно, переброска по воздуху войск внутри страны. 12-е оказались незаменимыми в афганских условиях. В отличие от Ил-76, они могли приземляться на высокогорные грунтовые площадки. Другим важным качеством самолета, проявившегося в Афганистане, стала его живучесть. В прессе не раз замечали случаи, когда 12-е, получив сотни пробоин в результате обстрела аэродрома, имея повреждения системы раненых членов экипажа, успешно взлетали и добирались до своих баз. Чехословакия, Афганистан, Эфиопия, Словения, Северный Кавказ и не только. Красной нитью сквозь историю Ан-12 проходит череда военных конфликтов, небо которых осталось под его крылом. Этот ветеран нашей военно-транспортной авиации 57 лет выполнял свои боевые задачи, продолжает их выполнять и по сей день. С вами был поисковый отряд и я, Александр Майоров. Не прощаемся.